Да, первое время человек так потихонечку, первая моя зарплата 96 рублей была, потом 2, потом 10, потом 50. И дальше как происходит? Ты можешь либо этот уровень поддерживать, уже может быть и полноценно не работая, либо увеличивать свой доход. И доход в принципе постоянно растет. Даже если он где-то припал, ты знаешь, что делать, чтобы его восстановить. Вот, пожалуйста. И на данном слайде я сделала личный отчет от компании, то есть сделала за скринил, начиная с 2013 года, с 9 каталога. Сейчас я возьму карандашик, видите, у нас ОП, это объем продаж, то есть товаровой, групповой, тотал бонус, это доход. В 2013 году мы стартовали, один из первых каталогов, когда мы стартовали, доход был 2259. Дальше мы активно работали на протяжении этого времени. Видите, что если отмотаем год вперед, через год в 9 каталоге 2014 года, доход уже был 29 тысяч рублей за 3 недели. Если возьмем еще год вперед, 2015 год, 9 каталог, уже доход был 144 тысячи рублей, товарооборот 5 миллионов 700. Если отмотаем еще год вперед, да, 9 каталоге 2016 года, 255 тысяч рублей, ну вот по итогам 17 каталога 380 тысяч рублей за 3 недели. Вот перспективы. Кто-то это время, вот я знаю, да, знакомые у меня есть, кто ничего не делал в бизнесе, у них время и так, и так прошло. Чтобы так доход на доемной работе поднялся, ну, это нереально, то есть понимаете. И итог я такой подвела, когда люди говорят про то, что, ой, это время нужно, да. Вот за 3,5 года в Арифлэм у нас, я посчитала все бонусы, все плюшки, то есть у нас заработано 13,5 миллионов рублей. Если бы мы работали на доемной работе, время бы так и так прошло. Но в нашем Алтайском крае 20 тысяч рублей, мы бы такой доход заработали за 53 года. Пожалуйста, сравнивайте. Что нужно сделать сейчас, если интересно? Первое, получить пакет информации с пошаговой системой обучения. Выделить 1-2 часа в день изначально, да, если получается больше, будет круто. И начать самое главное, потому что сидеть и ждать можно долго. На каждом этапе спонсор, наставник, он поможет. Будет не получаться. Сфера абсолютно новая для каждого человека. Вот новичок, когда приходит в бизнес, он думает, что вот так ему должно все просто сейчас дастся. Одному-двум провел собеседование, они отказали, все, бизнес стал. Ребята, вот как и любая другая, да, вы педагог. Я не педагог, у меня нет даже образования. Если я приду, и вы мне один день покажете, что вы делаете, у меня получится стать профессиональным педагогом? Нет, конечно. Опыт, опыт нарабатывается. Здесь точно так же. Но отличие от традиционной сферы, что здесь всегда есть люди, которые тебя поддерживают. У нас командная работа. Если что-то не получается, спонсор, наставник всегда рядом. Я говорю, да у меня тоже так было, потому что мы этот путь прошли. Здесь намного проще, и сроки, конечно же, достижения успеха, они намного сокращаются. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!